Сам Иван Дмитриевич Миронов родился в деревне Петиши Валиковского района Чувашия. Отслужив срочную службу в советской армии, в 1972 году поступил в Ленинградский военный институт физической культуры, который закончил через пять лет с отличием. Служил преподавателем в Суворовском училище в северной группе войск в Польше. В 1992 году ушел на пенсию, но никогда не переставал заниматься спортом. Вообще я являюсь мастером спорта Советского Союза. Рекордсменом и чемпионом многократным Советского Союза по пожарно-прикладному виду спорта. Выступал за сборную вооруженных сил на первенстве СССР еще в 1971 году. Это у меня было самое большое достижение в моей жизни в спорте. Продолжаю также заниматься и теперь, и спортом, и культурой. Соответственно, вот совсем недавно, скажем так, меня назначили заместителем председателя Чувакского культурного общества Санкт-Петербурга. Отвечаю я на эти должности за спортивные мастер-мероприятия, за культурные мероприятия, за проведение вечеров, дискотек. Мы, в общем, со своей женской компанией, я скажу так, это парни, мы с ними все время вместе работаем, во всех мероприятиях вместе. Выступаем на городских соревнованиях, на спартакиадах. Бывает, спартакиады каждый год проводятся в Санкт-Петербурге, спартакиады межрегиональные, межнациональные. Мы два года подряд заняли шестое место из 26 команд. Это, я считаю, что очень даже неплохо. В общем, спортивная работа у нас идет, культурная работа у нас идет, везде выступаем, постараемся нигде не отказываться и на всех мероприятиях выступаем. Я со своей напарницей, которым мы вместе поем, Алисами, посмотрел, как она делает, думаю, а что я хуже, что ли, интересно, взял руки, иголки с нитки, вот это все, бусики там, и даже не знаю, как они называются. И себе я сделал вот такой вот пояс. И при выступлении, когда мы дуэтом выступаем, ношу, и мне самой даже очень понравилось. Потом я сделал внучкой своей, сюда на голову ей поясок. В общем, тоже хорошее дело, когда совсем делать нечего, дома сидишь, очень даже интересно, заведешься, как автомат. Получается вроде красиво. Удивительные по красоте национальные костюмы и аксессуары к ним шьет и изготавливает Алиса Шарпаева. Началось все в 1991 году, когда Алиса родила второго ребенка и для того, чтобы зарабатывать деньги на дому, решила сшить платье для дочки. Получилось удачно. Подруги ее поддержали в стремлении шить красивые вещи. Алиса, давай, шеи продавай, мы у тебя будем покупать. На самом деле так она и была. И вот я потихонечку начала шить детские платья. Очень успешно продавались. Это было здорово. Потом я перешла на костюмы, к 2000 годам уже научилась. Потом я перешла вот на такие костюмы уже 6 лет назад. Начала шить такие костюмы. Идея всем понравилась. И мне это тоже нравится. С этими костюмами в том году съездила в Москву на подиуме. Была у Вячеслава Зайцева. Это очень здорово. Мне это нравится. Всем нравится. Блестит. Я не знаю, откуда мне все это в голову приходит. Но я считаю, что получается, людям тоже нравится. Четыре раза мы уже в Москву ездили, показывали эти костюмы. В том году три раза получилось. В этом году совсем недавно съездили. Дипломы получили. Награды получили. Со стороны жюри мне подарили четыре журнала. Я вообще удивилась. Вам, говорят, мало ли пригодится. Это, я считаю, очень большой подарок для меня. Значит, они заметили меня, что вот мои костюмы вот такие. Вот эти образы, они мне просто случайно пришли. Я люблю красоту. Я люблю яркое. Я люблю блестящее. А блестящее откуда мне пришло? Потому что в 2005 году я занималась восточными танцами. Там же все блестит. Вот оттуда идея осталась. Десять лет я ездила с Колпино, город Пушкин. Это полтора-два часа на дорогу. Я занималась восточными танцами. И оттуда у меня идея-то осталась блестяшкой. В то же время вот у меня вот эта теньга, да, чувашка, она же тяжелая. Чтобы каждый раз носить ее на праздники. Вот. И я решила, дай-ка, думаю, маленькие теньги делаю. Вот мои мысли. Вот оттуда пошла эта идея. Вот самое, что я хочу подчеркнуть. Я решила разноцветные их делать. И вроде бы как получается. Мне это нравится. Сначала я решила, ну, одну там, две сделаю. А каждым разом они красивее. В этом платье я выходила у Вячеслава Зайцева. На подиуме была у меня фотография. И мне это платье очень понравилось. И на память решила в Москве Татьяна Расторгуева, руководитель в УТАХ, попросила, чтобы она меня, ну, я выкупила. Потому что для меня это ценно и дорогое платье. Ну, сверху сама одела, получается, как бы неплохо. Это самые первые платья, которые я вот с Востока она пошла, да. Самые первые платья. Я же не умею на вышивке, с вышивкой. Я придумала тесьму. На тесьму решила вот такие пришить. И мне кажется, получились. Как? Нравится всем вроде как. Это все сама сшила, это сама, магазины тоже, естественно, есть. Вот тут тоже нравятся чувашские узоры, чувашские костюмы. Вот идея у меня от Востока, 10 лет занималась в Пушкин, да, вот и все, лично сама все это делала. Как мне всегда говорили, самые нарядные платья, костюмы в свое время они были. Потихонечку так стремлюсь, стараюсь. И на работу хожу, и до работы, и после работы, и ночами сижу. Такая мелочная, миллиметровая работа. Так днем и ночью Алиса находится в творческом процессе по созданию костюмов. И это приносит свои результаты. Ее наряды высоко оценивают и профессионалы, и просто люди, причем разных национальностей. Так Алиса Шарпаева вместе с Ваиной Антоновой приняли участие в международном шляпном параде «Москва-Шапоглавая», который собрал более трех тысяч человек. Алиса и Иван творчески активные люди. Оба любят чувашскую культуру, и потому, прекрасно понимая друг друга, вот уже несколько лет поют дуэтом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Чувашской народной сказки Лиса Плессонья И еще я очень люблю вышивать шелком Вот здесь у меня я принесла Два платка жениха Вышитые на конопляном холсте Домотканном Вышитые натуральным шелком По старинной технологии Когда абсолютно одинаково И лицо, и изнанка То есть вот они просто один в один То есть представлена вышивка, роспись Рубахи вышитые Вышивку я делаю очень долго Потому что стараюсь вышивать на холсте Хотя иногда, конечно, я пробую и крупным стежком вышивать Толстыми нитками Когда хочется в интерьер привнести вышивку И чтобы в комнате было красиво и нарядно Тогда вот иногда я работу делаю крупными стежками Но это крайне редко Но нарядно, красиво получается Надеюсь, мои работы вам понравились Спасибо большое вам И, конечно, спасибо чувашскому народу Чувашским мастерицам за талант За красоту Всем желаю здоровья Всего самого лучшего Шесть лет назад в Чувашском культурном обществе Санкт-Петербурга Зародилось молодежное движение Сегодня молодежь – это главный двигатель и инициатор многих общественных проектов Молодые люди под руководством Дарьи Рогозной организовали клуб чувашского языка Танцевальный коллектив, спортивную сборную Наладили активную связь с земляками в социальных сетях Дорогие друзья, дорогие наши земляки Молодые студенты, школьники, молодые семьи Когда вы приезжаете в Петербург, не забудьте зайти в ВКонтакте Набрать молодые чуваши Санкт-Петербурга Чувашеско-культурное общество Санкт-Петербурга И добавляйтесь в друзья Так молодежное движение пополняется новыми участниками Один из них – 25-летний уроженец города Чебоксары Андрей Иванов В 10-летнем возрасте переехал в Санкт-Петербург Учился в военно-космической академии Рассъемкой я занимаюсь с помощью кутрокоптера Вот такой, это уже второй у меня Работа интересная, сложная, необычная Часто бываю в разных необычных местах Недавно, например, был на нефтяной вышке Очень красивое место, кругом океан, вода И стоит одинокая лыжка Очень потрясающее ощущение Сложно передать, только если посмотреть на видео Работа имеет свои сложности Частенько приходится рано вставать Дело в том, что самые красивые кадры Получаются, когда мы снимаем час после рассвета И час до заката Над солнцем становится таким багряно-красным, оранжевым Эти переливы очень хорошо видны на небесах, на облаках Вот, и в это время самая красивая картинка Андрей все время вспоминает свои детские годы, проведенные в Чувашии Сейчас, набравшись опыта аэросъемки Он решил снять с высоты птичьего полета красивые места республики Супруга, которая тоже родом из Чебоксар, поддержала его в этом стремлении Мы с женой собрались на машине Объездили всю Чувашию Побывали в каждом населенном пункте И выбрали самые красивые, необычные места Ночевали мы в багажнике, прямо в машине Крыли стеклым одеялом В августе было очень холодно Мне больше всего понравился город АллатР Я никогда там не был Но побывал, меня просто как-то покорил Настолько красивые места, настолько он необычный Очень красивая архитектура Он такой своеобразный, исторический Всем рекомендую там побывать Ну вообще у нас Чувашия очень красивая Мы все привыкли к оврагам Но в некоторых местах эти овраги настолько удивительные и необычные Что вот просто дух захватывает Очень мне понравились овраги В Маргаловском районе Они такие извилистые Я вам покажу потом фотографии Очень красивые места Очень интересные места Это Марпасадский район Потому что он вдоль Волоки расположен И Козловка Там частенько проплывают баржи И очень интересно наблюдать за ними Особенно в закатные часы Как-то раз мы ночевали в деревне Кушниково Мы просто очень случайно туда заехали Было очень темно Мы остановились на окраине деревни И решили переночевать нам Когда я с утра проснулся Думаю, ну, почему бы не снять Рядом Волга Слетела у меня просто вот Такой шок был от красоты мест Волга поделена на небольшие затоны Все это отражает лучи солнца Все это розовое, желтое Очень красиво Здравствуйте, дорогие земляки Позвольте представиться Климентев Леонид Ильич Уроженец деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района В Петербурге проживаю с 2003 года Отец четверых детей Капитан стройбата в отставке Ветеран боевых действий Член Российского Союза писателей Иногда записывал стихотворение И вот этим летом На День Республики Написал стихотворение Позвольте прочитать Любимая Чуваша Сто лет тебе уже Родимая Республика На жизни вираже Увидела ты многое И славен был твой путь Взор устремляя в вечность Прошу я не забудь Заветы славных предков От первого истока Теченье Волги-матушки Чистого потока Леса, поля и звезды И древо родовое Все это наше милое И сердце дорогое Поет душа так радостно Любовью окрыленная Чуваша, родимая Богом ты спасенная Твоя же самобытность В веках уже воспета Так здорово, что день твой Празднуется летом Не зря зовешься солнечной Не зря совпали даты Мечты народа древнего По-прежнему крылаты Мы были, есть и будем Великие слова Так пусть же будет светлой Новая голова Поздравляю всех жителей И уроженцев нашей республики Всех Чуваших Днем нашей драгоценной Республики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин